Мне очень сильно понравилось. Ребятки, ссылку на рекламу оставлю снизу этого видео, чтобы вы все посмотрели, это очень смешно. Привет, ребята! С самого утра еду на съемки рекламы. Реклама презервативов, дюрекс. Да. Я всегда за творчество, за рекламу и за съемки. Вам хорошего дня, мне легких съемок. Не забывайте кушать и занимайтесь спортом. Лавки-чмавки, темки-бамки. Песня. Я приехал на студию, я здесь уже неоднократно снимался. У меня даже здесь был большой, огромный конфликт с охраной. Но они не хотели меня выпускать, потому что администратор не рассчитался за студию. Какое отношение актер имеет к администратору? Пришлось угрожать тем, что я выломаю шлагбаум. Ох, как же давно этого не было. Это моя какая-то чертушка. Чертушка. Привет, ребята, еще раз. Я не спал. Вы спали? Немножко. Вам повезло? Давайте сделаем из меня симпатичного более или менее мужчину. Я только что раз шесть пошутил. Довольно-таки смешно. Но я это не снимал. Подтвердите. Было смешно. Самое смешно. Это просто штамбальзам. Нельзя делать вот такой девушке помаду. Я вам доверяю. Если что-то случится с моими губами, мои подписчики вам не простят. Ребят, я решил уединиться. Ну, как уединиться? Смотрите, кого нарезал телочку. Как тебя зовут? Аня. Красивое имя. Аня. Подписывайтесь на мой канал. У тебя есть канал? У меня есть канал. Серьезно? Ну, прислать ссылочку. Аня Гресси. Аня Гресси? Да. Ты это Катерия Гресси? Да, да, почти. Это не твоя мама? Я не знаю, нет. Не мама точно, может, тетя. Ты актриса? Да. Актриса в мористической студии «Мама хохотала». И хочу быть как Андрей Тружковский. У него так много подписчиков. А я снимаю-снимаю видео, и у меня нет популярности. Понимаешь? Ребят, жалуйтесь на ее канал. Чтобы она поскорее завязалась с этим. И дала тебе свободу. И она дала мне подрежу. Сейчас будем помогать мне учить вот этот текст. Буду очень тебе сильно признательна, если ты мне тезисно покажешь, что к чему. Хорошо. Мужчины все время думают о сексе. Дома, на работе, в метро, в очереди за хлебом. Когда наконец-то приехали, лежите на пляже, закрываете глаза. Так мужчины пытаются отсрочить, так мужчины пытаются отложить свой оргазм чуть-чуть на попозже. Во время секса мужчина представляет себе что-то совсем не сексуальное. Парни, кстати, есть более рабочий способ отсрочить оргазм. Пару секунд удовольствия. Но, конечно, это не единственная причина, по которой нам так важно отложить оргазм. Мужчины все время думают о сексе. Смешно, конечно, бы получилось, но нет, не можем. Зато можем вообще не подвергать себя таким испытаниям и пользоваться презервативами дюрекс-дуал-экстаз. Мужчины все время думают о сексе. Многие девушки неправильно думают, многие девушки ошибочно думают, что все мужчины... Парни, кстати, есть более рабочий способ отсрочить оргазм. Сделать вот эти финальные два шага, как будто ты идешь из глубины. Андрей, тебе сейчас все будут хлопать до тех пор, пока ты не дойдешь до микрофона. А я не знаю, сколько это будет происходить по времени. Внимание! Камеры готовы? Да, камера идет. Звук. Да. Камера. И... Встречаем нового участника нашего голоса. Добрый вечер. Активней там где-то еще на полоборота. Тишина. Мотор, да. Андрей, хлопни перед лицом. Мужчины все время думают о сексе. Они думают о сексе все время, кроме... Извините, давайте еще раз. Мужчины все время думают о сексе. Единственное время, когда мужчины не думают о сексе... Я провтыкал строчку, простите, я сейчас войду. Давай, уже от микрофона мы это знаем. Да, да, простите. И начнем. Мужчины все время думают о сексе. Еще один будет? Мужчины все время думают о сексе. Некоторые девушки ошибочно думают, что парни во время секса представляют себе их сексуальную бывшую подружку. Или Анжелину Джоли. Парни, кстати, есть более рабочий способ отсрочить... Парни, кстати, есть более рабочий способ отсрочить оргазм. Ну, конечно... Ну, конечно, это не единственная причина, почему нам так важно отсрочить оргазм. Еще одна, это дух соперничества. Отложи, да. Ну, конечно, это не единственная причина, почему нам так важно отложить оргазм. Еще одна, дух соперничества. Зато мы можем не подвергать себя таким испытаниям и пользоваться презервативами Дюрекс Дуал Экстаз. Спасибо, стоп. Андрей, аплодисменты купаешься в овациях. Ну секундочек пять. И потом только прощаешься, планишься. Нерезко аплодируем. Хорошо? Внимание! Блин, это даже сбивает. Я понял, да. Мужчины всегда готовы ждать женщин, потому что мы ждем не женщин, а секса с ними. Если вы говорите мужчине, милый, подождешь меня? А он отвечает, конечно, дорогая. Знайте, он ждет секса. Хорошо еще раз, спасибо. Мы всегда ждем секса. Да сука, что ж такое? Мы всегда ждем секса. Вам не удастся удивить мужчину неожиданным сексом. Мы, мужчины, всегда ждем секса, но не ждем во время секса. Это у нас фишка такая. Во время секса, потом блют-пауза, это у нас фишка. мы мужчины всегда ждем секса но не ждем во время секса это у нас фишка такая я был как он сидит на месте зрителя но я я понял но если вам такая фишка не нравится вы всегда можете воспользоваться другой пользуйтесь презервативами дюрекс дуал экстаз но если вам такая фишка не нравится то вы можете пользоваться другой презервативами дюрекс дуал экстаз и тогда никому никого не надо будет ждать опять куки но если вам такая фишка не нравится то вы можете пользоваться другой презервативами дюрекс дуал экстаз и тогда никому никого не придется ждать Ну, если вам какая фишка не нравится, тогда предлагаю воспользоваться другой. Презервативами Durex Dual Ecstasy. Ты какой-то неизвестный стендапер, да? Ну, не знаю. А ну, давай стендап, пока я переодеваюсь. Смотри, тут скажи, что ты снимаешь. О, давай стендап вот здесь, а я буду переодеваться на твоем фоне. А ты будешь переодеваться, а я буду что делать? Ну, вот скажи свой текст, у тебя очень прикольный текст был. Поэтому, ребята, привет, знакомьтесь. А я должна что делать? Ну, что угодно, просто вот расскажи, у тебя прикольные шутки, я так подслушал, но не было возможности поснимать. А я не знаю, в чем, в чем, а ты вот так... А ты вот просто, вот, пошути. По ни хрена себе, просто пошути, а я буду раздеваться, но еще в такой ситуации просто я не была, да? Ну, ты не смотри, ты шути туда. Давай ты шутишь, я раздеваюсь, как такая... Сейчас я пошучу, смотри. Что тебя, какую-то шуточку открыт, да? Вот прям туда, да. Вот прям туда, давай. Так, одна шутка. Сейчас. А можно, кто потрогает, сюда не вошла? А какие есть? Да. Давай. Я услышала о том, что женщины имитируют оргазм, чтобы поддержать своего полового партнера. Я решила, что больше никогда не буду имитируют оргазм, потому что я не хочу мотивировать насильников. Подходит тебе такая шутка? Я даже скажу, она немножко обидная была. Для кого? Для... Ты принял это на свой счет? Да. Вдруг я насильник. Ну, тогда не знаю, жертве. А давай какую-то самую классную, которая была здесь. Которая была здесь? Да. Так. Ну, вот ту, вторую. Ну, мне нравится про деморицию, да? А, что, типа, женщины достаточно клишированно имитируют оргазм. Просто, они все время, вот, женщины очень клишированно имитируют оргазм. Они постоянно стонут, кричат. Просто давайте смотреть правде в глаза, да? Как бы, не каждый оргазм в фестивале в Еда-Жанейро. Есть и попроще. Как День милиции в Жипобере, например. Кстати, моему дяде голову проломили в Жипобере, но, слава богу, не в День милиции. А, что мужчины постоянно ноют, что им женщины не дают. А давай втихаря, пока не Шабанова, про Шабанова пошутим. А я ему потом покажу. Короче. Есть что-то? Нет, это сейчас было бы обидно. Давай про меня пошутим, что-то про маленький шлем. Давай и про тебя, и про Шабанова пошутим. Давай. Я потом подмонтирую, и будет только про Шабанова. Ну давай. Что пошутить про Шабанова? Давай. Что пошутить про Шабанова? А, хорошо. Вот, Шабанов постоянно выходит на сцену, и он не выкладывает из карманов ни кошелек, ни ключевые шлины. Это ужасно. Это ужасно. Знаешь, почему? Потому что он никогда не доверяет людям, с которыми он работает. Схаула, Андрюха. Раунд. Дабл, старший. Так это дуал, это дабл. Дуал, это и есть дабл. Я знаю, не надо тут мне вот это вот. А что-то ты там кричала несколько раз, что у меня был секс, да? Это если бы мужчинам разрешили бы кричать во время секса, как женщины, то они бы кричали, уху, я занимаюсь сексом. Выкрутили бабушки. Ты так кричишь? Ты так кричишь? Да, раунд вон. Закончилась моя съемка. Теперь можно и поговорить. Приезжаю на студию. Это как комеди-клаб. И я впадаю в такую небольшую панику, потому что я никогда еще в жизни не выступал на сцене. Я очень сильно потел, когда я был ведущим на телеканале М1. Потому что прямой эфир, не знаю, что делать, что, куда. А здесь стендап, к которому я не был готов, я не знаю, что, где, как, как будет сниматься, как не будет, где можно дать паузу, где можно подсмотреть. И мне говорят, смотреть никуда нельзя. Давай просто с нескольких дублей попробуем. Скажу так, мне было тяжело, реально тяжело. И так получилось, что я некоторые слова из-за того, что спешил, глотал буквы. Я знаю, что я и так это делаю в повседневной жизни, и что мне надо заниматься речью, заниматься произношением и всем тому подобным. Но, слава богу, что мои два скетча разделили на два дубля. И я сперва снял один, потом сняла девочка, потом я опять один снял. И вот я в машине. Что меня удивило? Очень странно, что я единственный человек, не стендапер. Там все стендаперы, даже Андрей Шабанов. Я удивился, когда увидел его текст. Все профессионалы своего дела. Мне очень сильно понравилось. Ребятки, ссылку на рекламу оставлю снизу этого видео, чтобы вы все посмотрели. Это очень смешно. Это мой первый стендап в стиле Comedy Club. Я надеюсь, что вам всем это понравится. Пишите свои комментарии. Я вас всех обнимать. Я вас всех целовать. Я вам всем делать славки-чмавки. Темки-бомки.